МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. В 2012 году британский медицинский журнал составил список из 174 надуманных болезней. Хит-парад возглавили. Целлюлит, облысение и возрастные недомогания. Почему именно в последнее время появилось столько новых болезней? Задумайтесь, знали ли вы лет 10 назад, что такое дисбактериоз, остеопороз, вегетососудистая дистония? Кто и как заставляет нас покупать дорогие лекарства, эффект от которых весьма сомнительный? Актёр и телеведущий Михаил Полицеймака несколько лет вёл на телевидении медицинскую программу. Он услышал сотни историй болезней. И надуманных, и вполне реальных. Как шутят врачи, нет здоровых людей, есть люди недообследованные. Если любого взять, даже какого-то супер-мега-спортсмена, всё равно у него можно найти там лордоз, да? Или там песок в почках. В каждой шутке, как известно, лишь доля шутки. Современные диагностические средства – рентгены, томографы, сканеры – практически не оставляют времени для общения врача с пациентом. В этой компьютеризации всей медицины и кроется причина того, что всё большее количество людей чувствует себя больными. Так утверждает украинский профессор Николай Сенченко. Он давно исследует рынок медицины и фармацевтики. Стоит прийти к врачу, и вы уже не человек, а статистическая единица. Вы сразу попадаете в такой, как бы, технологический цикл, где вас сравнивают со среднестатистическим каким-то здоровьем, несмотря на то, что у вас имеются какие-то особенности. И изучив вас вот так, как среднестатистического больного, вам выписывают сразу там какую-то определённую кучу лекарств, которые считаются, что вот вы их проглотив эти лекарства, вы выздоровеете. Современная медицина в некоторых случаях объединяет недомогания, связанные с возрастом, наследственностью или строением организма в устрашающие диагнозы. Например, вегетососудистая дистония. Многие её симптомы крайне схожи с проявлениями органических поражений в сердце. А если вовремя не вылечить дисбактериоз, грудничка ждёт смерть от сепсиса. Коварный остеопороз долгое время протекает скрыто. Чаще всего страдают позвонки, вызывая боль и заставляя обратиться к врачу. Медицинские ресурсы, журналы и справочники описывают самые распространённые диагнозы современного человека. При этом сами врачи открыто говорят – это болезни, которых нет. Такие пациенты не умирают, у них не уступает осложнений. Их особенность, скажем, пищеварения характерна для них, как для других, скажем, оттопыренные уши или ещё что-то. Говорили в старые времена, что хорошо быть дерматологом. Больные никогда не излечиваются и никогда не умирают. Он ходит и ходит, значит, деньги платят и так далее. Бывший бизнесмен, а ныне фермер и деревенский житель Герман Стерлигов, давно отказался от многих благ цивилизации. Начал с медицинского обслуживания. Вот это называют болезнью, это обман. Это вас отравили, на этом наколачивают бабло. И маму вашу отравили, и папу, и бабушек. У меня мама умерла от рада. Дебил, у тебя не умерла мама. Её убили, твою маму. Ни для кого не секрет. 80% медицинских услуг в нашей стране так или иначе платные. А сами врачи иногда лишь посредники между пациентами и страховыми или фармацевтическими компаниями. Это бизнес. И все, кто в нём участвуют, в этом бизнесе, они все стараются получить свой доход. Поэтому, если получение дохода оказывается слишком привлекательным, то в этом случае всякие моральные критерии и все устремления людей делать хорошее дело, делать благо, они отступают на второй план. Не все россияне хотят быть винтиками этого бизнеса. И это иногда стоит им здоровья. Потому что ведёт к запущенным до нельзя болезням. Люди до последнего момента не обращаются к врачу. Глушат симптомы самостоятельно. По принципу, соседу помогло и мне поможет. Я помню, одному зрителю померили давление. Здоровый мужик, 45 лет, у него 200 на 120. И сидят врачи, которые говорят, с таким давлением надо госпитализировать. Как вы себя чувствуете? Он говорит, да нормально, всё хорошо. Информирование населения о болезнях – очень важная часть медицинской системы. Фармацевтические компании охотно вкладывают деньги в так называемые образовательные программы. Почему? Некоторые эксперты считают, реальная цель этих программ – напугать людей. Иначе говоря, если люди понимают, что у них есть болезни, которые можно вылечить, они начинают покупать лекарства. Фармацевтические компании создают новые болезни. Это называется на международном языке «дизизмонгеринг». То есть создаётся некоторая единица, которая объявляется болезнью и накачивается атмосфера опасности вокруг неё. Типичный пример – остеопороз. Он с годами развивается практически у всех людей. Получается, что дорогие таблетки и добавки от этого недуга – просто борьба с возрастными изменениями организма. А они, как известно, неотвратимы. В действительности, все средства лечения этого состояния, они страшно неэффективны, они токсичны, и они приводят к очень маленькой пользе в смысле профилактики переломов. Да, костная ткань становится вроде как бы крепче, в ней больше кальция, да, но она, к сожалению, очень мало укрепляется в отношении переломов. По данным профессора Сенченко, фармацевтические компании поощряют врачей и клиники за выписывание определённых лекарств и добавок. Сегодня произошёл, я бы сказал, симбиоз врачей и производителей лекарств. То есть чем больше врачи выписывают лекарств тому или иному больному, тем больше покупают больные эти лекарства, и тем больше прибыль фармацевтической промышленности или той или иной аптеки. Голова кружится, давление зашкаливает, а дышка замучила. Эти и ещё множество симптомов отечественные доктора объединяют термином вегетососудистая дистония. Аббревиатура ВСД значится в каждой третьей медицинской карте россиян. А вот зарубежным докторам этот диагноз ни о чём не говорит. Там каждое из этих состояний лечит профилирующий врач. Невропатолог, кардиолог, эндокринолог. Вокруг диагноза ВСД споры идут уже много лет. До середины 90-х годов ВСД лечили неврологи. А в 2011 году сотрудники Российского государственного медицинского университета обнародовали исследования относительно вегетососудистой дистонии среди учеников старших классов. Выяснилось, что у 80% подростков с психопатическими расстройствами есть такой диагноз. Именно после этого болезнь отнесли к психиатрии. Заболевание души или тела. Что скрывается за этими тремя буквами ВСД? Это ерунда. Вегетососудистая дистония – это может быть врождённая, может быть приобретённая. Известно, что чаще всего диагноз вегетососудистая дистония ставится людям с недостатком веса. Скорее всего, это такое сборное понятие. Это синдром вегетососудистой дистонии. Очень разные у него проявления. Но, в принципе, приблизительно одинаковые причины. Это обязательно должна быть какая-то наследственность, конституция. Дисбактериоз, нарушение микрофлоры в кишечниках. Дисбактериоз – это огромная проблема. Она сейчас очень помолодела. Но дисбактериоз-то он лечится. Если его вовремя начать лечить. Но почему дисбактериоз настолько распространён именно в последнее время? Ответ опытного терапевта Владимира Василенко парадоксален. Потому что его нет. Нет дисбактериоза – нет диагноза. А вот лекарственный дисбактериоз – это действительно проблема современного общества, которое бесконтрольно покупает и употребляет антибиотики от любого чиха. Врачи предупреждают – такое самолечение может закончиться очень неприятной хирургической операцией. И вот тогда начинает разрастаться эта штука, клостриде. Это привод к смерти, вообще говоря. Понимаете, тяжелейшие поносы и так далее. И никто не знает, как лечить это, потому что антибиотики и так уже дали. Болезнь ещё не появилась, но нам предлагают заранее подготовиться. Пить всей семьёй профилактические таблетки и сделать прививки. Споры о пользе или вреде последних ведутся уже несколько столетий. Массовые вакцинации в России известны со времён Екатерины II. Исследователь рынка лекарств Николай Сенченко уверен – закон об обязательной вакцинации детей, посещающих детские сады и школы – лобби фармацевтических компаний. А сегодня вот у нас без определённой вакцинации детей не принимают в школу. Как это может быть? Почему? Потому что вакцины закупают. А кто в этом задействован? Те, кто принимает законы о поголовной вакцинации. Те, кто принимает и лоббирует эти законы. Те, кто следит за тем, чтобы эти законы выполнялись. И те, кто заказывает вакцин. Прививки – это сатанизм. Это прививание болезни людям. Это же не прививки от болезни, это прививки болезни. Это страшное умопомешательство у людей, когда они прививают своим детям страшные заболевания. В 1768 году фармацевтического лобби, собственно, как и фармацевтических компаний, не было. Зато была эпидемия ОСПы в России. Под угрозой гибели находилась большая часть населения империи. Все боялись новейшего метода профилактики – прививок. Тогда императрица Екатерина II решила собственным примером доказать эффективность метода. Прививки были сделаны ей и наследнику престола, будущему императору Павлу I. С тех пор борьба с эпидемиями приобрела в России государственный статус. С инфарктами и инсультами государства Европы боролись в конце 20 века, как в 18-м СОСПы. В 1992 году английские фармацевты синтезировали вещество под названием силденофил с целью улучшения кровотока в миокарде. В ходе клинических испытаний оказалось, что кровь течёт быстрее не только в области сердца, но главное – в области малого таза. Это было настоящее золотое дно. Вначале виагра позиционировалась для очень небольшого количества людей с так называемой эректильной дисфункцией, больные тяжёлым диабетом, допустим. Но потом оказалось, что виагра очень хорошо действует. И, как вы знаете, сегодня виагра используется как потребительский товар по существу. Сейчас, по данным профессора Власова, авторы виагры – английские фармацевты – готовят ещё одно снадобье, которое может буквально взорвать рынок. Если миллионы здоровых мужчин по всему миру покупают препарат для улучшения качества секса, почему бы не изобрести виагру для женщин? И начали раскручивать эту позицию. Причём это очень хорошо изученный вопрос. Проводились конференции, специальные рекомендации. И то состояние, которого вообще не было как болезни 20 лет назад, сегодня попадает чуть ли не в классификацию болезней. И сегодня реально испытываются препараты для лечения так называемого женского оргазмического расстройства. И главное даже не компоненты препарата, которые, скорее всего, будут безобидными витаминами. Главное, над чем сейчас бьются фармацевты – это страшное и сложное название для болезни или синдрома. Они сами себя закошмарили, люди. Вот этим названием вдруг, вот опять-таки, разговор на эту тему. У меня там вегетососудистая дистония, она вот так проявляется, а у меня вот так она проявляется. И они индуцируют это заболевание от одного к другому, усиливая, расширяя симптомы. Настоящая российская чума 21 века – это повальная ипохондрия в сочетании с привычкой к самолечению. Но мне кажется, что сам корень этой проблемы гораздо глубже в нашем подсознании. Любая надуманная болезнь выгодна прежде всего самому больному, ведь он получает возможность не делать то, что обычно должен. В то же время окружающие сразу начинают уделять ему больше внимания, ими можно легко манипулировать. А маркетологи просто умело это используют.